МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе убирали, когда очень большие сосульки были. Но теперь опять наросли. Не знаю, теперь когда уберут. Но на прошлой неделе приезжала вышка. Сейчас не знаю, когда приедет. Опасно, конечно. Так о своем доме и дворе сейчас могут сказать многие жители Красноярска. Снегопад, перепады температур от плюс двух днем до минус пяти ночью сделали свое дело. Уже не первую неделю над головами красноярцев домоклым мечом с крыш свисают ледяные глыбы. В среду падение одной из них привело к трагедии. На проспекте Мира 112 работники очищали крышу от снега и льда. Сотрудник компании Красноярск-Горсвет управлял вышкой, помогая коммунальщикам. По словам очевидцев, он находился на нижней платформе крана, когда на него упал кусок льда. Мужчина погиб. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц компании-работодателей на предмет соблюдения ими правил охраны труда. Поскольку, со слов очевидцев и свидетелей, стало известно, что рабочие осуществляли свою деятельность без специальных защитных средств. Место, где осуществлялись работы, не было огорожено специальной лентой. На этом доме, где произошла трагедия, большие сосульки были в течение нескольких дней. Специалисты отмечают, своевременной очисткой крыш должны заниматься собственники зданий. Если это жилой дом, нужно звонить в управляющую компанию. Именно их прямая обязанность, своевременно, по мере необходимости, в случае образования сосулек, их убирать для того, чтобы никаких чрезвычайных происшествий не происходило. В качестве примера, один двор, несколько управляющих компаний. Вот есть один дом, где крыша фактически от сосулька зачищена, и есть другой дом, где сосульки как висели, так и висят уже несколько недель. В этом дворе ситуация вообще дошла до абсурда. Вот так выглядят там пешеходные дорожки. Одна управляющая компания свою половину подсыпала, а вторая не удосужилась. Кстати, снегопады и перепады температур создали проблемы и на красноярских улицах. А вот эти наледи, шишки, хотелось бы, конечно, чтобы получше убирали. Ну центральную получше, конечно, но тоже не ахти, конечно. И вот полусудные там вроде бы почистили. А вот эти вот прилегающие дороги вообще невозможно проехать. Такое ощущение, что машин нету в городе, очистки дорог. На самом деле в Красноярске хорошие дороги, могу сказать, потому что была в Новосибирске, там все очень грустно. Ну похвалить можно за то, что хотя бы что-то пытаются сделать, и то хорошо уже. Иногда бывает такое, что вообще ничего не делается. А так, что хоть что-то делается, уже спасибо. Претензии некоторых водителей понять можно, но надо учесть, что Красноярск – миллионный город. И во время снегопадов основные силы дорожники бросают на уборку центральных улиц. Иначе будет коллапс. А учитывая плотность движения транспорта, днем можно работать только вручную или привлекая мелкую технику. Дело в том, что в дневное время, сколько мы не пытались выставлять технику, из-за загрудности дорог мы не можем позволить себе много вывести. Не позволить, а не можем вывести много снега. Даже в выходной дорожная техника на улицах состоят проблемы с движением. Можно представить, что было бы в будний день, да еще и снегопад. Поэтому основная уборка улиц идет по ночам. У Карла Маркса от Робисфьера и идем в сторону Каратанова. Каждую ночь на уборку дорог Красноярска выходят 90 единиц техники. Работы идут с 9 вечера до 8 утра. Но даже за 11 часов полностью почистить от снега, например, проспект и вне газеты «Красноярский рабочий» не получается. Во вторник за сутки дорожники Красноярска вывезли более 8 тысяч кубометров снега. В 4 раза больше нормы. В среду более 7 тысяч, а в четверг 6 тысяч кубометров. Люди работают практически без выходных. В ноябрь месяц уже получается, люди максимум по 2 раза отдохнули, а кто-то может и даже и того не отдохнул. То есть каждую ночь выходим, чистим. Большое количество снегоуборочной техники выйдет на улицы Красноярска в ночь с воскресенья на понедельник, чтобы первый рабочий день новой недели обошелся без дорожных проблем. Но погода, увы, не даст передышки. В начале недели, по прогнозам синоптиков, опять ожидаются снегопад и потепление. Так что вряд ли дорожным службам удастся отдохнуть. На этой неделе в Красноярске чествовали участников чемпионата профмастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили в Москве. Наш край впервые принял в них участие. И сразу завоевал 4 медали. 2 бронзы, 1 серебро и 1 золото. Сегодня призеры вернулись к своей обычной жизни. Их главная мечта – найти работу и реализовать себя в профессии. Сделать это очень сложно. Не каждый работодатель готов взять штат работника с особенностями развития. Решить проблему и реализовать мечту хотя бы одного человека попыталась Татьяна Каминская. Похоже, получилось. Смотрим сюжет. Третье место. Извините, медаль сразу не одел. Могу показать. Предметы его особой гордости. Стимул, чтобы двигаться вперед, пытаться быть полезным, а не лежать на диване. Получив бронзу специального чемпионата за вот эту изящную орхидею из бисера, Илья вернулся из Москвы домой. Награждение и торжества позади и снова. Обычная жизнь человека, чьи возможности принято называть ограниченными. Можно сказать, не вижу уже. Зрение совсем упало. Бусинка к бусинке. Это будет снежинка к Новому году. По-настоящему ювелирная работа, которая из-за частичной атрофеи зрительного нерва поистине превращается в титанический труд. В этом кружке, при краевой специальной библиотеке, у каждого мастера своя любимая тема. Ну, в основном деревья, цветы. Ну, бюджетерия, проба как-то не моя. Мечта, видите, о чем? О реализации. Потому что, ну, представляете, вот это только часть моих изделий. У меня еще дома уйма. То есть, понимаете, скоро придется на улице жить из-за изделий. Все заставлено, потому что, ну, вот как-то мечта есть, что реализовывать надо, вот как-то, ну, товар, что... Одно не получается. Они стараются, как могут, жить полноценной жизнью. Занимаются творчеством, побеждают на престижных состязаниях спортивных и профмастерства. Но, оказывается, сложнее всего бороться со стереотипами и предубеждениями. Общество не всегда готово принять их такими, какие они есть. Мне, как инвалиду, работу найти сложно было. Я до поступления на учебу работала в столовой, и меня туда взяли по знакомству. Больше меня нигде не брали. Настя – будущий технолог, пока на первом курсе. Любит готовить, читает по губам. Слух потеряла в два года, осложнение после отита. Но любимому делу это ничуть не мешает. Она меня всегда привлекала приготовление пищи, как таковое. Мне интересна различная кухня народов мира, разные языки, гурман. Любимое блюдо? Любимое блюдо? Плов. Но не за плов, а за вот эти пироги из дрожжевого теста с двумя видами фарша. Она получила бронзовую медаль чемпионата «Обилимпикс» в категории «Кондитерское мастерство». Первая победа наверняка не последняя. Абсолютно сохраненный интеллект, такие же творческие способности, дети одаренные, развиваются в различных сферах, то есть могут себя показать в различных сферах, как в кулинарии, так в кондитерке, так и в поварском деле. Ну, сложные, конечно, блюда сложнее даются в их понимании, потому что там больше технологических операций, для них это немножко сложно. Но, тем не менее, этому научить можно, если вкладывать сюда свой труд, трудолюбие, терпение, ну и свои душевные качества. То есть я для них как мама, на самом деле. Они даже иногда меня мама называют. Они уже вовсю готовятся к следующему конкурсу, пока набивают руку на мастике. Потом такие же фигурки будут делать из более капризного марципана. Конкурсы и чемпионаты профмастерства, как свет в окошке для таких людей, помогают находить новых друзей, общаться и, конечно, расти в профессии. Красноярский край впервые в этом году отправил на Абилимпикс команду с девяти человек. Первый опыт оказался удачным. На следующий год мы однозначно будем расширять сферу компетенции. При этом мы будем смотреть, по каким компетенциям мы будем участвовать и на каких мы будем сосредотачивать свое внимание, опять же, исходя из того, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда сегодня. Победа в конкурсах – это, конечно, прекрасно. Но найти работу – это, если и поможет, то в отдаленной перспективе. Поэтому мы решили сами помочь хотя бы одному призеру. И показали фотографии работ Ильи Четвертакова знакомым предпринимателям. Первой откликнулась Анастасия Томаровская. Говорит, готова взять на реализацию эти работы. Дело за малым – решить юридические вопросы, купить кассовый аппарат. Хорошо бы, чтобы ее примеру последовали и другие предприниматели. Мне вообще кажется, что очень важно даже предпринимателям как-то нашим обратить внимание на таких партнеров. Потому что люди, которые… Ну, допустим, человек не может что-то сделать одно, но он хорошо делает что-то другое. Почему бы не использовать такой труд и таким людям не дать возможность тоже как-то проявить себя, заработать денег, может быть, тоже. Вы, в принципе, готовы? Да, я готова. А далее в выпуске. Поэт, литератор, чьи произведения оценил сам Пушкин. Ординария Суорова, участник войны 1812 года, человек, оставивший неизгладимый след на Красноярской земле. О том, кому установлен новый памятник в Красноярске, расскажем после небольшой паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова